Шуманян Рудик Летои, 70-го года рождения. Родился в городе Баку. Шуманян Рудик Летои, 70-го года рождения. Татары были, учились с нами, азербайджанцы были, русские были. Разные национальные все были. Мы жили в Баку, поселок Разино, улица Димитрова, 1-Б, насколько я до сих пор помню. У нас была квартира двухкомнатная, четвертый этаж. Даже телефон номер тоже помню, 25-07-10, домашний номер. Нормально, закончил 10 классов, все было хорошо, нормально. Потом профтехучилище поступил, тоже закончил. Потом в 88-м году в армию. Два года в советской армии. После окончания, в 90-м году, в Украину поехал к брату. Мама не работала, а отец работал на стройке, плотником. Брат тоже работал с отцом вместе. Я тогда был маленький. Сестра была замужем, 73-го года она жила в Ленинакане, в Армении. Вышла замужем и там жила в Ленинакане. Где, в принципе, можно сказать, почти все, квартиру все оставили там. Где, в 89-м, можно сказать, они с трудом выехали оттуда. Да, помощь была. Соседи помогли. Перевозкой. Ну, в общем, они трудно выехали оттуда. Выехали там кое-что, взяли с собой. Там вещи, мы еще там на машине, они по рассказу отца на контейнере его видели, насколько я помню. А так квартиру все оставили там. Большинство имущества оставили. И плюс квартиру. Не обменяли, не продали ничего. Я родился в 70-м году. Они где-то, наверное, по моему мнению, где-то в 69-м они получили вот это. Они раньше жили, у нас там в Баку было остров Артем. Они там жили. Потом, когда отец сколько лет на стройке работал, ему дали эту квартиру, получил на родине. И я родился. В принципе, выходит или 70-е, или 69-е, я не знаю. Вот в таком году они получили эту квартиру там. Может, чуть раньше. Вот эти 69-68-70. Вот эти годы были, когда они получили эту квартиру. По их рассказу, конечно, уже там было очень плохо. После Сумгаэта. Там уже и по ночам разгром был. Ну, трудно было вообще выходить на улицу. Даже я помню, вот отец рассказывал, говорит, даже простой мусор я в 2 часа ночи выносил. Потому что было днем очень опасно. А ночью вообще было опасно выходить, тем более на улицу. По их словам, очень было страшно, можно сказать. Не можно, а так и было страшно было там. Они даже вот ходили, азербайджанцы по подъездам, искали армян. И в основном они, можно сказать, знали даже, кто где живет, какой этаж. В основном они все знали. Данные им давали это. Кто где живет. Ну, не знаю, может, там или повезло, или что. У нас так не было. У нас, вот, в нашем здании, можно сказать, такого не было. Чтобы там азербайджанцы, там, кодлами приходили, заходили, или там что делали. И у нас, по словам отца, такого не было. Нормальные, даже до последнего дня, даже отношения были нормальные, не очень плохие были. Да, в соседних кварталах было, говорит, да. Избивали там, не знаю, и так далее. Даже азербайджанцы были соседи, даже, можно сказать так, что и наводку давали, что вон там в соседнем дворе или в соседнем здании, там, вот, несколько армянских семей есть. Где там они уже делали, как говорят, сваю делали, грабили, избивали. Я это не видел, но по рассказу родителей, даже не только родителей, и друзей, товарищей у меня много были друзья. И русские были, и армяне, и азербайджанцы, разные национальности, и лезгины были. Но они мне тоже рассказывали. Мы даже и переписывались, и звонили, когда я на службе был. Говорят, здесь очень плохо, очень страшно было, это уже можно сказать. Но благополучно они приехали. Тогда у меня сестра в Ленакане, я говорю, они приехали к сестре. Я тогда был на службе. В Кировакане я служил. И все, а потом в 90-м, по-моему, в начале динамики приехали сюда, в Карабах. Где после Баку, где, представьте, там как было, хотя я тогда служил. И то же самое, вот я когда в 90-м поехал в Украину, в 92-м прошел. И то же самое, история, сценарий здесь был. Как и там, даже еще хуже. Где пришел, не задумываясь, пошел служить добровольно. Записался в Бертофинский батальон. Так он был командир Нельсон Сауманян. Генерал-майор в Оставке он. И до 96-го года я служил. После войны, в 94-м закончилась война. До 96-го года я служил. А потом уволился. И в 98-м, если я не ошибаюсь, приехал сюда. Нашел работу, работал. И до сих пор здесь. А в эти дни, что можно перевести? Страшные дни были, конечно. И 16-е, и 20-е. В основном, 20-й год. Это была страшная очень война. Но я думаю, что конец будет хороший. Несмотря ни на что, конец будет хороший. Мы как жили здесь и будем жить, я надеюсь. Что я еще могу сказать? Все будет хорошо. Где, знаете, проблема одна, жилье. И уже больше 20 лет я живу на квартире. То с этой квартиры, то на другую квартиру. Ну, вот большая проблема эта. Да, это жилищное. Самое больное место, как говорится. Это жилье. Если у человека не жилье, это очень трудно. На 2-3 года в одной квартире или в собственный дом, а потом переезжая на другой, это очень трудно, конечно, менять. На сегодняшний день, конечно, естественно, многие беженцы, которые живут на съемных квартирах или в домах собственных. Конечно, хотелось бы, чтобы правительство обратило внимание. И на беженцев, чтобы помогли жильем. Чтобы мы почувствовали хорошую жизнь в своем доме, чтобы находились в своем доме. Конечно, это очень болезненный вопрос. Очень трогательный, болезненный вопрос. Ну, надеюсь, чтобы правительство обратило внимание на нас. Помогла жильем, чтобы более-менее жизнь была хорошая. Чтобы мы жили здесь, и так и живем здесь. Некуда нам выезжать, мы здесь жили и будем жить до конца своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok